Опломбированный замок. Жители Шамановки не верят своим глазам. В поселке, где живет больше тысячи человек, закрыли один из основных объектов инфраструктуры – котельную. Муж вышел и говорит, а там машина стоит, уже вывозят. Они погрузили уже в одну машину насосы, моторы, вот это все. А здесь на улице лежали ящики с подшипниками, все инструменты, все запчасти. А мы еще спросили, зачем. А у вас здесь все разворуют, в том году у вас все здесь украли. Об имуществе действительно стоит позаботиться. В письмах за подписью главы района объясняют – котлы и оборудование выработало свой ресурс, и этой зимой объект функционировать не будет. Тысячи жителей, большинство из которых пенсионеры, советуют перейти на автономный источник питания. Петр Клюмп на свою дачу печь установил еще осенью, потратил 50 тысяч рублей. И почти столько же отдал за само тепло – центральное плюс печное. Из-за холода топило ее ежедневно. В доме Любови Бочкаревой сейчас обогреватели. А зимой центральное отопление не прогревало воздух выше плюс семи. Она, ну, свое изжила печь. Ее нужно снимать и ставить. Потому что рвет вот это вот все. Что-то не так сделано. Топить естественно я не могу. Я не могу расчистить дорожку, чтобы туда к углю, к дровам, да. Я не могу принести. Когда была на приеме у главы района, я задала ему этот вопрос. Говорят, у меня есть учители, которые не могут в финансовом сотрудительное положение для того, чтобы доставить себе печень котелка. Глава сказала, что будет ходатайствовать наш фонд «Алтай». Это организация поддержки российских немцев. О кредите под маленький процент. Разговор шел о мини-котельной. Образование со скольбой будет подключено к ним. С опасением ждут грядущую зиму и в селе Кусак. В феврале, когда из-за коммунальной аварии чинили котлы и размораживали сети, без тепла оставались полтысячи человек. В конце марта специальная комиссия должна была оценить состояние котельной и дать ответ, сохранять объект или нет. По официальной информации ее не закрывают. Но когда начнется ремонт, не знают даже в администрации Кусака. А в поселке Орлово надеются, что предстоящей зимой в деревню вернутся и культура, и спорт. Минувшей осенью организация, обслуживающая большой досуговый центр, ДК, библиотеку, спортзал, отказалась от объекта. Конечно, была большая работа проведена с районом. Пока мы работали над этим вопросом, пришло время, когда уже начались морозы. И оно просто-напросто начало все трескаться. И батареи пришли в негодность. Когда район возьмет ДК на свой баланс и возьмет ли, в принципе, неизвестно. В просьбе пояснить ситуацию с Орлово и в целом с отопительной сферой муниципалитета глава района Эдуард Винтер нам отказал. Получить эти ответы мы рассчитываем через официальный запрос. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжение следует...